И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайенному космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, как я вам и обещал, мы с вами снимем вторую часть сравнения планет с другими планетами и звездами. Также поэкспериментируем сейчас в нашей Солнечной системе и, возможно, отправимся куда-нибудь еще за горизонтами. За горизонт, вернее, простите, и там тоже сравним нашу Землю, допустим, с какой-нибудь другой планетой звездной системы, допустим, Трапест, либо Вальфу Цинтауру отправим с вами, ребят. Ну, а тебя попрошу перед началом обязательно поставить пальчик вверх, подписаться на канал и нажать колокольчик. Кстати, ребятки, первая серия сравнения будет... ссылочка будет в описании под этим видео. Ну что ж, давайте, друзья, начинаем. Короче, мы с вами в нашей Солнечной системе. Так, давайте отдалимся. Я не знаю, пробовал ли я это или делал в прошлой серии. Давайте сейчас... Так, значит, включим систему Orbit, Space Engine, и немножко отдалимся. И сейчас я хочу попробовать разместить звезду Беттельгейзе прямо в середине нашей звезды, нашего Солнца. Так, выбираем наш космический корабль. Вот такой, да, с помощью чего мы будем это делать? С помощью вот такого мода интересного, который вы можете найти, ребят, в мастерской Steam по Space Engine. Так, давайте берем наши Беттельгейзы. Да, вот такая вот огромная звезда Беттельгейзе, красный гигант, который можете найти в созвездии Ориона. Кстати, скажу, ребята, что этот красный гигант со временем через... Ну, ученые сами пока не знают, когда он взорвется и превратится в туманность. Может быть, он уже взорвался. Тоже не факт, просто свет еще до нас не дошел. Так, ну и смотрите, короче говоря, мы его поместили прямо-таки на место нашей звезды. Это прямо разместить, конечно, в середине не удалось. Ну ладно, можно, в принципе, представить, насколько он огромен. Посмотри. Значит, это у нас, я так понимаю, орбита Юпитера, да. Ну, если поместить этот гигант в середину нашей Солнечной системы, это вот, ну, примерно вот так бы выглядело. Ну, ты бы, конечно, ничего бы не увидел, потому что Беттельгейза бы съел бы планету Меркурия, Венеру, Землю, Марс. Так, ну, давайте, я не знаю, можно, конечно, посмотреть... Давайте перелетим на Землю. Систему орбит, наверное, можно выключить. И посмотреть на этого красного гиганта с планеты Земля. Так, вот он, наш красный гигант. Давайте опустимся на поверхность Земли. Оу, я, по-моему, где-то в пустыне Сахара. Ну, вот, примерно вот таким огромным он, наверное, бы выглядел, я думаю. Так. Так, 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 улетаем, улетаем отсюда. Так, я думаю, что нам больше этот объект с вами не нужен. Да, не нужен, убираем. Так, возвращаемся к нашей, к нашей Земле. Так, наша Земля, мне нужна теперь, знаете, чем мне нужна? Мне нужна Луна. Давайте перелетим к Луне и на место Луны я сейчас поставлю, ну, не знаю, допустим, можно поставить какой-нибудь Юпитер. По-моему, с Юпитером у меня уже было в прошлой серии. Нептун. Ну, давайте попробуем разместить Нептун. Почему бы нет? Поставим Нептун. Только, конечно, наверное, где-нибудь вот здесь, на этой границе. Давайте тот Нептун я уничтожу, он мне нужен. Так, вот наш Нептун. В принципе, хорошо прорисован. Здесь какая-то у нас тень ложится. А тень от Земли, да, по-моему? Ну-ка, стой. Давай-ка сейчас перелетим к объекту. Давайте перелетим на нашу Землю. И посмотрим отсюда, как выглядит Нептун за место Луны. Ну, вот такой бы синий, здоровый, большой, огромный газовый гигант мы бы с вами наблюдали бы с планеты Земля. Так, теперь мне бы найти Нептун. Вот он, Нептун. Ребят, мы самые первые люди, которые можем смотреть сейчас с планеты Земля на Нептун, который находится у нас за место Луны. Ну, то есть, вот так бы примерно это бы все бы выглядело. Давайте включим, наверное, движение. А, ну, я понял. Движение я начинаю включать, и наш Нептун просто куда-то улетучивается. Ладно, хорошо. Давайте сейчас тогда... Так, удалим этот объект. Слушай, а если... Ох, подожди, стой. Я вот перед съемками пробовал разместить Бетельгейза и запустить время. Бетельгейза у нас не улетал. Странно. С Нептуном это немножко не работает. Давайте попробуем разместить. Давайте сделаем как будто бы в нашей солнечной системе. Наша солнечная система состоит из двух звезд. То есть, у нас двойная звездная система. Так, выбираем нашу солнечную систему. Солнце. Вот наше солнце. Так, стоит. Самое главное поставить на паузу, дабы... Наше солнце не совершило такой же дикий полет, как сделал у нас Нептун. Так, вот наше солнце. Стой, подожди. Давай запустим время. Я надеюсь, объект... Да, объект не улетает. Так, хорошо. Давайте тогда теперь сейчас найдем нашу Землю. Перелетаем к Земле. Я не знаю, будет ли видно двойную звезду. Двойную звезду Земли. Вообще, по идее, должно быть. Так, ага, вот. Но только, знаете, этот мод, как бы с этим модом звезда, наше солнце, второе солнце, оно, блин, не светится. Это, конечно, очень плохо. Ну, я надеюсь, потом доработают все-таки мод. Так, ну, давайте опустимся на поверхность Земли. Здесь у нас что-то сильно как-то облачно. Короче говоря, ребят, я решил опуститься где-то примерно над Северным, ой, вернее, над Атлантическим океаном. Вот, здесь у нас ясная погода, и можно посмотреть на нашу двойную звездную систему, если бы она была таковой. Но я говорю, да, то, что не проработан немножко мод, и наша вторая звезда, наше второе солнце, оно не светится. Ну, примерно, примерно добавь визуально яркости к нашей звезде, и ты представишь, насколько бы это все было бы ярко, и как бы мы с вами наблюдали бы две звезды солнца с планеты Земля. Так, давайте тогда сейчас мы этот мод, этот мод мы с вами удалим. Так, подожди, немножко вот так поближе. Такс, давайте теперь, знаете, что сделаем? Мы перелетим, наверное, к самой близкой звездной системе, системе от нашей Солнечной системы, это система Альфа Центавра. Так, давайте перелетаем, четыре световых года, это уж не так и много, вот прям буквально за считанные секунды мы с вами перелетели к Альфа Центавру. Так, и здесь, и здесь, допустим, расположим тот же самый Беттельгейза. Так, и потом мы с вами сейчас вернемся, короче говоря, на Землю, давайте расположим Беттельгейза, вот так, и теперь мы возвращаемся на нашу планету Земля, и посмотрим, насколько ближе бы все бы это, наверное, если бы Беттельгейза был намного ближе к нам. Посмотрим, как он смотрелся бы с планеты Земля. Так, в какой стороне у нас Альфа Центавра, сейчас давайте мы найдем, опять же, в поиске. Конечно, до настоящей звезды Беттельгейза 645 световых лет, по-моему, а здесь у нас получается всего-то каких-то четыре световых года. Беттельгейза, конечно, ну смотрелось бы, ну, намножко, намножко больше. Давайте тогда сейчас мы Беттельгейзе оттуда удалим и посмотрим на яркость. Да, яркость, по-моему, вообще не изменилась. Вообще не изменилась. Странно, это очень странно. Так, значит, Альфа Центавра. Ну, давайте перелетим обратно к этому объекту. Так, у нас, что здесь у нас по планетам? По планетам у нас ничего здесь нету. Можно тогда перелететь, знаете, можно найти какую-нибудь систему, систему Трапест. Наверное, я думаю, вот Трапест-1. Давайте перелетаем. 40 световых лет, да, не так уж тоже и много. Вот чуть дальше, чем Альфа Центавра. Вот такой красный карлик, Трапест-1. Так, у него есть, здесь 100% есть у него планеты. Так, 7 планет. Давайте включим, наверное, орбиты. Орбиты, орбиты. Так. Что у нас здесь? Примерно, примерно у нас здесь. Ага, ага. Так, ну хорошо. Давайте тогда сравним, наверное, Трапест. Нашей звездой. По имени Солнце. Так, значит, берем наш мод и строим наше... Ставим наше Солнце. Так, ну, я скажу, что наше Солнце, конечно, в разы больше, чем вот эта звезда Трапест. Посмотри. То есть, я так предполагаю, в нее бы там вместилось, не знаю, таких звезд Трапеста, ну, наверное, порядка около 50 точно. Так, как-то я неправильно все это расположил. Можно было, в принципе, прямо вот здесь вот где-нибудь впихнуть этот мод. Так, давайте еще поставим вот здесь. Так, понятно. Ставим игру на паузу. Ставим еще вот это Солнце одно. Так, вот это мы сейчас удаляем. Первое тоже удалим. И с какой-нибудь поверхности какой-нибудь... Давайте самый ближайший, наверное, это теплый мини-нептун? Нет. Супер океаническая аквария. Вот здесь, наверное, поинтересней. Посмотрим с этой планеты на Солнце, на наше. Так, орбиты можно выключить. Наверное, я выключу сейчас... Так, облака. Выключим облака. Да, у нас эта планета супер океаническая аквария. Сейчас мы опустимся. Давай где-нибудь приблизительно. Ну, вот здесь, наверное, да. Мы прямо-таки над океаном этой планеты. Ну, и посмотри, насколько здесь Солнце выглядит намного, да, больше, чем сама Звезда Трапест. Так, ну-ка, стой-ка, подожди. Что у нас по диаметру вообще Звезда Трапест? Так, диаметр 168 тысяч километров. О, подожди, стой. Стой, стой, стой. Сейчас я тогда вернусь к ней. Я сейчас к ней вернусь. Только я удалю наш корабль, нашу Звезду. Так, уничтожим. И сейчас мы тогда, знаете, что сделаем? Так, у нас игра на паузе. Я хочу сравнить ее с Юпитером. Так, давайте, где наш Юпитер? Берем наш Юпитер и вот так вот ставим. Так, самое главное... Вот, вот, отлично. Я думал, что Юпитер поглотит Звезду Трапест. Так, значит, Юпитер у нас, смотри. Так, диаметр. Диаметр не пишется, но... Так, здесь у нас диаметр 168 тысяч километров, но... Да, Юпитер примерно диаметром, как Звезда Трапест 1. Можно представить себе, что когда-то... Когда-то, вот представь просто, что если вдруг когда-нибудь Юпитер зажгется и превратится вот в такого красного карлика, да? Вот примерно вот так это можно будет... Вот такую Звезду можно будет наблюдать в нашей Солнечной системе. Слушай, неоднократно говорил, как подписчики мои любят засветиться в моих видео. Боже. Так, давай-ка сейчас мы тогда... Так, система Трапест 1. Давайте, где наша эта вот... Суперокеаническая аквария. Давайте, наверное, тогда сейчас вернемся к ней. И посмотрим... Так, а у нас Юпитер... Блин, нет, у нас Юпитер как-то темной стороной повернут, непонятно. Давайте, знаете, что мы тогда сделаем? Мы сейчас тогда его вот так вот, наверное, вот здесь разместим. Чтобы мы наблюдали с вами поверхность Юпитера сейчас с планеты. Так, уничтожим этот Юпитер и поставим вот здесь... Так, подожди, значит, стой, стой, стой. Мы тогда сейчас наоборот сделаем. Мы сейчас развернемся к этой Звезде. И вот так поставим здесь... Нет, он почему-то, я не знаю, он одной стороной постоянно ставится. Ладно, подожди, ну а если вот сюда я поставлю его? Во, вот так вот, отлично. Так, значит, вот этот мы уничтожаем. И сейчас мы возвращаемся, короче, к первой вот этой планете, суперокеанической акварией Трапест-1С. Во, замечательно. И давайте с поверхности уже здесь тогда посмотрим на саму звезду Трапест и на Юпитер. Посмотри, да? Идеальный двойник Звезды Трапест. Ну, примерно... Вот как-то так вот это бы выглядело, наверное. Так, стой, давай удалим этот объект. Стой, нет, перелетать. Перелетать мне никуда не нужно. Так, удаляем этот мод. А давайте, знаете, что попробуем? Давайте попробуем расположить... Сколько у нас здесь вот эта планета Трапест в диаметре? В диаметре она у нас... Ага, 13... О, слушай, ну практически, да. Приближенная к нашей Земле. Давайте сравним с этой планетой нашу Землю. Так, облака. Можно облака, в принципе, вернуть на место. И расположим сейчас здесь с вами Землю. Вот так, отлично. Ну, сравнение Земля и Трапест. Слушай, если бы они бы еще вращались по одной орбите, было бы прикольно. Слушай, давай прямо опустимся... Стой, 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 стой. Нет, нет, нет. Замедли немножко ход. Давай прямо опустимся на поверхность Трапеста и посмотрим сблизи на нашу планету Земля. Стой, только... Только я сейчас... О, стой, она у нас в океане, что ли? Нет. Давай мы сейчас уберем облака. Уберем облака, да. Это сейчас будет колоссальное столкновение просто. Не, не, не. Она плавает в океане этой планеты, боже. Так, орбиты. Так, вернем облака. Выключим орбиты. Давайте удалим этот объект. Так. Так. А давайте... Знаете, что сделаем? Еще такой один эксперимент интересный. Короче говоря, мы сейчас с вами полетим прямо-таки в центр нашей галактики Млечный Путь. А именно к Стрельцу А. Да, 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 да. К черной дыре Стрелец А. Так. Стой. Центавр, да. Где он у нас? Центавр А. Так. Вот она, наша черная дыра. Так. Подожди. Стой, стой, стой. Я, по-моему... Стой. Нет, нет, нет. Это не та система. Хотя... Подожди. Центавр А. Ну, черная дыра в галактике Млечный Путь. А, ну все правильно. Да, я же, блин, был... О, боже. Я же в другой звездной системе был. Да, мы просто перелетели в самый центр Млечного Пути. Так. И сейчас здесь где-нибудь неподалеку... Что у нас здесь такое светится? Мне даже самому интересно. Звезды. О, нифига себе. Слушай, прикольно. Ну, давай, знаешь что? Мы прям где-нибудь... Стой. Что она у нас по диаметру? 303 миллиона 37 тысяч километров в диаметре. Ну, я не знаю, конечно, как отсюда может все это смотреться. Допустим, давайте просто расположим тогда здесь Землю. Давайте поставим здесь нашу планету Земля. Вот так, отлично. И посмотри, планета Земля на фоне черной дыры. Да. В самой сердцевине Млечного Пути. Ну, конечно, она бы здесь смотрелась, не знаю, ни о чем, ни активно. Ее бы просто, мне кажется, огромными гравитациями... Ну, скорее всего, ее тут разорвало бы просто. Испепелило на части, я думаю. Пипи-пи, да. Это у меня с прошлой серии по этому самому... По игрушке про динозавров. У меня там сплошные пи были. Я никак до сих пор не отаяду от этого. Так что, ребят, сорян. Так, ну давай сейчас... Так, расстояние у нас сколько? Расстояние 355 тысяч километров. Так, делаем с вами... 150 миллионов километров надо нам сделать. И мы расположим с вами еще и Солнце здесь сейчас. Сделаем Солнечную систему рядом... Со Стрельцом А. Так, можно, наверное... Вот, побольше, побольше, побольше. Примерно, примерно, да, вот так. 0,97 астрономических единиц. Как-то все звезды у нас тут по краю расплываются. И давайте мы тогда здесь ставим наше Солнце. Вот наша звезда. Да, было бы прикольно, если бы можно было бы еще наблюдать орбиты. Вот мне интересно, с той можно смотреть орбиты? Нет, на эти объекты, к сожалению, не распространяется. Но посмотри, давай тогда отлетим чуть подальше. И примерно, примерно, вами сейчас мы представим, что наша Солнечная система расположена рядом с черной дырой. Ну, здесь все настолько засвечено, что тут даже примерно определить нельзя, как бы это смотрелось. Ну, посмотри, планета Земля, Солнце наше. И на фоне огромной... Вот такой огромной черной дыры. Ну-ка, наша звезда будет светиться здесь? Да, вот наше Солнышко светится, смотри. Здорово, да? Невероятно. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом сравнение такое некоторых объектов Солнечной системы. И не только. На этом, наверное, пока я окончу. Вот. Будем заканчивать с вами эту серию. И я думаю, если вам понравилась эта серия, то если она наберет хорошее количество просмотров, лайков, комментариев, то я обязательно сниму еще какой-нибудь обязательно такой же эксперимент в Space Engine со сравнениями объектов в нашей галактике Млечный Путь. И не только. Отправимся куда-нибудь еще, я не знаю, за пределы Млечного Пути. Можно даже куда-нибудь на край Вселенной там расположить нашу Солнечную систему. Ну, обязательно ставь пальчик вверх, подпишись на канал, поставь колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. И помните, друзья, космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok